Переоборудование торгового центра под Красную Зону осенью встретили с удивлением. Когда речь зашла о возобновлении плановой помощи при наличии госпиталя вне больниц, перепрофилирование посудоцентра восприняли как выход из ситуации. Когда комиссия под руководством Франко стала экстренно готовить проекты и перестраивать центр, для большинства вопрос считался решенным. Но в середине декабря краевые власти забраковали вариант. Вагончики с рабочими здесь, по крайней мере, за выходных их никуда не увезли, что касается самого здания, то жилой сектор его стал больше. Вот серая часть сразу после фиолетового бывшего посудоцентра, ее раньше не было, ее нарастили. И, судя по следам от машин, приезжают сюда регулярно. С ноября площадь бывшего посудоцентра выросла практически вдвое, чтобы разместить около 600 пациентов. Рабочие на объекте и сейчас. Мы занимаемся кроли, крынши. Мы только вот нас буквально 5 человек. То есть продолжаете работать? Ну мы как бы свою работу, нам уже за нее заплатили, мы ее закончим по-любому. А у вас какие сроки работы? До января, наверное, да? Нет, у нас уже три дня осталось, чтобы крышу эту доделать. Мы занимаемся непосредственно кровлей крыши. Сейчас власти объясняют, что по внешним показателям самым подходящим вариантом казался посудоцентр. Но конкретного решения в его отношении никто не принимал. Что довольно странно, ведь здание перестраивают уже полтора месяца. Все это время краевые власти просчитывали, насколько дорого обойдется модернизация. Оказалось, в 400 миллионов рублей. В правительстве сочли, что на эту сумму можно построить с нуля. И отказали. По словам зампреда правительства Игоря Степаненко, у властей есть несколько сценариев развития ситуации. Благоприятно, когда количество тяжело больных людей сокращается. Медицина возвращается к плановой работе. У нас есть предпосылки, что именно так и может произойти. Край получил третью тысячу доз вакцины от коронавируса. Уже готов получить и навременно еще 20 тысяч доз. То есть регион готов перейти к активной вакцинации населения. Еще раз подчеркну, что эти факторы позволяют надеяться, что ситуацию мы сможем удержать. А если нет, то мы готовы быстро развернуть в медорганизациях несколько тысяч коек. Пока не понимаем ни масштаб возможный, как говорят, третьей волны, ни количество тяжелых случаев, которые потребуют более интенсивной терапии. И поэтому, когда мы говорим о возможном даже развертывании 500 коек, этого может быть крайне недостаточно в итоге. Сколько, если будет болеть большое количество людей, и, конечно же, госпитальная база в целом здравоохранения не сможет обеспечить. И мы тогда должны будем искать и приспосабливать, в том числе, немедицинские объекты. Правда, что это за немедицинские объекты, уже не называют. Но по информации краевых властей, ни одно учреждение Барнаула под красную зону не подходит. Огромную площадь посудоцентра разделили на секторы. Например, вот этой стены еще месяц назад не было. А перегородки гораздо меньше площади наверняка должны были быть палатами. А в целом, подчеркивают в Минздраве, 24% ковидных коек свободны. То есть, в случае очередной волны места в больницах есть. Но эти расчеты основаны по уже пройденному пику. А будет ли третий всплеск таким же, никто не знает. Прогнозируют его, кстати, уже после новогодних гуляний. А что теперь здесь будет, непонятно? Ну, кто его знает, в аренду будет сдавать. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.